В округе проходят всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин, посвященные памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и их наставника, заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Старт турниру дали в физкультурно-оздоровительном комплексе Люберецкий. О этих соревнованиях знает вся Россия. Многие спортсмены прошли эти соревнования. Мастера спорта получали на площадке городского округа в тот период Люберецкого района такие спортсмены, как Александр Поветкин и, конечно же, многие другие. Есть возможность сегодня ребятам-спортсменам себя показать, себя где-то тренировать, дабы добиться большего успеха в спорте. Я искренне желаю, ребята, вам, каждому из вас победы. Дерзайте, побеждайте. Соревнования давно стали визитной карточкой Люберец. Их проводят 33-й раз. На ринге встретятся более ста сильнейших спортсменов из 19 регионов России. Левая, левая. Шук, шук, шук. Матвей Доценко приехал из Коломны. С детства занимался кикбоксингом. Четыре года назад перешел в бокс. На счету спортсмена десятки поединков. Большинство из них, как и сейчас, заканчивались победой. Самое трудное. Бить пора рукой, потому что он левша все-таки. Лично для меня это много сложнее. Была работа так. Недавно вот выпил кандидат в мастера спорта и выпал шанс приехать на турнир класса. Только начало пути, я только начал. Поддерживают боксеров и тренеры, и болельщики. Ни один турнир не пропускают друзья и родные Александра Щедеркина, Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Они тренировали ребят, тренировались сами с друзьями. Вот с Юрой Капитоновым они вместе тренировались и дружили очень долго. 33 года турниру. 33 года нет, как Юры. И этот турнир мы ждем каждый год. Это наша жизнь, и мы без этого не можем. И как и для Володи, это был спорт на первом месте. Боксеры выкладываются на ринге, не жалея сил. Каждый спортсмен в этом турнире поборется за победу. Она принесет чемпионам не только золото, но и звание мастера спорта России. Финальные бои пройдут 18 февраля. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.